Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Матфея, 17 глава, 5 стих. Когда Он еще говорил, все облако светлое осенило их, и все глаз из облака глаголющий, сеясь, Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение. Его слушайте. Толкование блаженного фефилакта. Ты, Петр, забочишься о крови рукотворенном, а отец, окружая меня, другим кровом, нерукотворенным облаком, показывает, что как Он, Бог, являлся древним в облаке, так и Сын Его. Здесь облако светлое, а не объятое мраком, как было в древле. Потому что здесь хотел Он не устрашить, а научить. Ибо из облака был глаз, объявлявший, что Он был от Бога. Ну, то сравнение дается, как было тогда, и находится с родством, что Господь от Отца, а не просто самозванец. Тут, ну, никак, никуда не отойти, и в беседе не употребишь. Это никак не изменяется в церкви, никакого тут недостатка нет. Это просто повествовательное счастье Евангелия. Матфея, 17 глава, с 6 по 8 стих. И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал, встаньте и не бойтесь. Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. Толкование. Будучи не в состоянии выносить облачный свет и глаз, ученики пали на землю. Глаза их были как бы отточены сном, то есть они лишились чувств отведения. Чтобы продолжительный страх не уничтожил память о видении, Иисус пробуждает и ободряет их. Но уже остается один. Дабы ты не подумал, что глаз был о Моисее и Ильи. Он относился только к нему, ибо он сын. Тоже толковать нечего. Мы в это верим и принимаем. А человек скажет, а я не верю. Но это как раз вопрос веры есть. Верующие в Сына Божий имеют жизнь вечную. Они верующие не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Евангелие от Иоанна, 3, 36. Все заключается в вере. И спорить с ним нельзя, и злиться на него нельзя. Почему? Ему не дано. У него этого органа чувства нет. Он это сделает, что человек слепой. А я буду злиться на него, что он не видит. Но он не видит, у него нет глаз. У другого нет слуха глухонемой. Ну мы же не злимся на него, не долбим его. Он глухонемой. Ну что он может сделать? Он глухонемой, такой родился. И человек здесь. Но там он ничего не может изменить. А здесь может добровольно обратиться, покаяться и стать верующим. Принять дары Божии. Вот разница в общем. Но он остается в этом невежественном состоянии, плененный миром и сатаной. Это сатана ослепил умы людей, чтобы до них не высеял свет правды. Чтобы они не уверовали в пришедшего Сына Божия. Матфея 17 глава 9. И когда сходили они из горы, Иисус запретил им, говоря, Никому не сказывайте о всем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. Толкование. По смирению заповедовать никому не говорить о видении. Имею в виду и то, чтобы кто-нибудь, услышавший об этом, не соблазнился тогда, когда увидят его распятым, приняв его за обманщика, который только призрачно совершает дела, свойственные силы Божии. Когда найдешь человека светло представляющего мысль Писания, то пойми, что он ясно видит лице Иисусова. А если кроме того этот человек и объясняет самое выражение мысли, то видит и самые белые ризы Иисусовой, так как в выражении мысли есть ее одежда. Ваши комментарии. Давайте. В каждом храме, в каждой церкви должны быть глубоко верующие проповедники, изъясняющие смысл Писания. Умеющие бороться с волками и ретиками. Эти знания должны быть у каждого христианина, тем более в наше время, когда можно достать, приобрести книги, истолковывающие смысл Священного Писания. Вот весь смысл в этом заключается. А об этом мне ревнует. Как-то мы шли с митрополитом Гедеоном, тогда был он архиепископ, вместе по улице. И я говорю, владыка, а как я могу быть полезен для церкви? Ну, представь, митрополит Гедеон Докукин, по миле его. Ну, я даже... Ну, первое, что он бы должен был спросить, а какие ты таланты сам за собой знаешь? Чем бы ты, думаешь, послуживал? Он ничего-то не спрашивает. Он знает, что бабки, которые, они могут как свечки тушить и убирать, убирать полы. А мужчины, мужчины отстояли уши, тем более мужчин-то почти нет. Ну, а обо мне-то он так сказать не мог. Мы с ним много раз встречались, часа по два беседовали в гипархиальном управлении города Новосибирска на улице Жуковского. Ну, он одно только спросил, говорит, ну, в храм-то ты ходишь постоянно. Я говорю, я ни одной службы не пропускаю. Субботу-воскресенье имею в виду. Ну, а что тебе еще надо? Мне надо. Ну, я церкви. Нужен или не нужен с моими талантами? Какие-то таланты у меня есть, я рассказываю. Ну, дворником приняли меня. Снег кидать там. Ну, и еще условия поставил, чтобы мне никто не помогал. Им нужно было меня запрещать, и чтобы я никуда на благовестие не ходил. А ко мне придут иногда люди, а двор большой, пурга, там снегу врос человека. Ну, представь, такая территория. Вручную. Это надо к забору снег подтащить, а потом через забор высоко кидать. Ну, ясное дело, что какой бы я сильный не был, мне это не осилить. А у нас стоят или машина, там, где должна быть крестилка, он взял машину. Я должен расчищать дорогу. Люди работают, он сразу подошел. Мы же договорились, чтобы вам никто не помогал. А какая разница выкидать? Ну, мы же договорились. Как договорились? Вы меня принимали, чтобы было чисто, я и взял. Какой договор составляли? Ничего нет. Вот и все. Мои таланты никакие не нужны. Наоборот, я не нужен. Я говорю, вы вчера вот эти люди сидели, нищие, им не говорите, а им просфор подают. А не тросфоры, сортир, туалет сортирного такого был образа. Туда, я их вылавливаю оттуда, одежу им дают, и они бросают ее туда, одежу, я крюками оттуда ее вытаскиваю. Ну, маленько хоть скажите сколько-то, а то не скажут. Это политическое дело. Голубей кормят. Прямо на крысе везде голуби. Ну, голуби есть голуби, от них помет и прочее. Но отодвинуть дальше, их кормят где, нельзя, настоятель говорить нельзя, это политическое дело. И вот только уехал, мы сразу раз перевернули, и дальше убрали. В другом месте, чтобы голубей кормили, прогнали их всех. Голуби-то дикари. Они все загаживают. Вот и все. Не нужны мы там ни с какими талантами. Если обладают талантами, то он через короткое время объявляется как враг. Если только он работает где-то как коммунист на должности, тут еще они могут им воспользоваться. А если я нигде не работаю, должность у меня, ну, я печник-сторож, а в церкви я вообще не нужен. Притом это ни в Барнауле, ни при Гидионе. В любом храме, где бы я ни был. Помню, приехал я в Данилово монастырь. Это известный такой, как раз строили. И там был отец Кирилл Сахаров. Данилово монастырь, я могу ошибиться, или Донской, там где патриарха Тихона, там гробница. И вот. Ну, я, беседовали когда. Я вышел, а у них там плиты взяты с могил. И под ноги положили. Ну, они, конечно, твердые, хорошие, эти, чугунные плиты, но на них крест, изображение креста. Я сказал, что это нарушает правила. Если кресты изображены, их надо стирать. Так говорят каноны церковные-то. Ну, это мигом сообщили, который там настоятель был, старичок такой, сагбенный, кроткий, кроткий. Вот. Но он узнал. Узнал, что я сказал, что наступать на крестение... Что я сказал? Не то. Я сказал, согласно канону. Ну, как, а то он здесь был, и он этого не знал. Ему единственное, что меня только изгнать. И наутро, а мы только вечером там на колокольне народ собирали, беседовали. Это все Кирилл Сахаров, игумен. И он в это время подходит ко мне, а я маленький рост, там, метр семьдесят два, а он намного меньше меня. Подошел, а то вы, Игнатий, будете? Я молчу, стою. Я спрашиваю, ты, Игнатий? И литургия идет. Я показал палец, разговаривать нельзя. Чтобы больше нигде ничего тут не говорили. Он как раз свирепел. Я после отцу Кириллу говорю, как, отец Анатолий, как он же сказал, да это самый кроткий человек у нас. Кроткий вы его не делали. Там и хвост, и рога, и зубы. Он только бы узнал и сразу сказал, вот видишь, какой мы соблазн подали. Мы это не знали. Скажите, а как их убрать? Я бы сказал, наждак принесите, истощите, или плиты выверните, уберите. Но чтобы правило не было нарушено. Для других, которые не православные, для них разницы нет. Никакой. Ну, раз у них правил-то нет, то, говорят, греха нет. Но все равно это грех. Распятие Христа, крест мы знаем, символ христиан, символ милосердия, любви, высочайшего проявления. Везде это одинаково. Дальше. Матфея 17, глава 10 стих. И спросили его ученики его. Как же книжники говорят, что Ильи надлежит прийти прежде? Толкование. Обращая народ, книжники говорили, что он не Христос. Потому что если бы был Христос, то Илья пришел бы прежде. Они не знали, что два пришествия Христова. Из коих первого притеча Иоанн, а второго Илья. Так объясняет это ученикам и Христос. Ну, вот они не знали, от этого ничего не менялось. Хотя нужно было это знать. Ну, мы-то теперь знаем. Но у нас-то сколько разных толкований, которые на сегодняшний день показывают-то. Ну, совершенно не по Евангелию. Что полностью церковь придал митрополит Сергий Строгородский. Ну, можно это народу-то объявить. Никогда, нигде никто не знает, что патриархия московская образована Сталином и Берией. 43-й год, сентябрь. Хотя там разговор-то был еще дальше, в июне. Ну, это-то можно было сказать, ну, хотя бы один раз. Один раз. Потому что, чтобы это не было новинкой для людей, это ни под каким видом нельзя говорить. Ну, если согрешил, Давид, об этом написано 50-й псалом. Здесь предательство церкви произошло. Все отдали советской власти. И списка по всех ставят в ЦК КПСС, там, органы КГБ. Пятый отдел. Ну, говорит-то, мы можем сказать, я же еще не меняю. Ну, люди-то должны это знать. Богоданный вождь. Богоданным вождем называл там Анастасии зарубежной церкви Адольфа Гитлера, канцлера. Богоданный. А здесь Алексей Первый Семанский называет Сталина у гроба уже. Тиран лежит в гробу, как солженицами скопытилось мерзкое животное. Как с неба был голос объюляния отступники. Пало мерзкое животное. И в это время перед ним еще распинаются, все еще дрожат у гроба. Но вот когда сейчас это все опубликовали, неизбежно, и вдруг везде начали. Это был тоталитарный режим. Это тоталитарный режим. Да вы половину, может, с партийными билетами были. В Алкогоновы появились, теперь все начали писать. Да где вы это все получали-то? Все эти награды. Кто вас профессорами-то сделал? Лукьяновы там повырзли все. Теперь они будут ратовать. Ельцин. Президент. Против там где-то. Но и ты-то из них же сам. Та же самая элита партийная. Ну и здесь такая же история тогда была. Это все повторяется. Гробницы пророком строят. Но и молчать не надо. Надо говорить. Кого-то это тронет. А если не тронет, по крайней мере скажет. Был среди нас пророк, как пророку сказали. Дальше. Матфея 17 глава с 11 по 13 стих. Иисус сказал им в ответ. Правда, Илья должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илья уже пришел и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и сын человеческий пострадает от них. Тогда ученики поняли, что он говорил им об яне крестителей. Толкование. Словами Илья должен прийти прежде, показывать, что он еще не пришел, а придет, как предтеча второго пришествия. И возвратить к вере во Христа всех евреев, которые окажутся послушными, доставив им как бы отеческое наследие, которого они лишились. А словами Илья уже пришел, указав на Иоанна предтечу. Они сделали с ним, что хотели, только убивши его, ибо позволивши Ироду убить его, тогда как могли воспрепятствовать всему, они тем самим сделались убийцами его. Тут толковать ничего не о чем. Могли воспрепятствовать. Да кто его знает, как могли воспрепятствовать. Это только разговор один идет. Это так написано, так предузданно было. Ему должно было умереть. И что нужно? Да ничего, и благодарить Бога. Благодарить Бога, что нам это открыто. Что Иоанн не отрекся, что Иоанн был верен. Да нам даже странно, ну кто-то мог не отречься. Но об Иоанне говорить, отрекся, к нему даже это слово-то неприменимо. Это был ангел во плоти. Он так и называется. Пошлю ангела, мой перед тобой, и пророк Малахия пишет. Называй ангелом Иоанна предтечу и называй одновременно сына Божия Иисуса Христа ангелом. Но это образное выражение. Ангел означает посланный. Посланный. Матфея 17 глава, 14-15 стих. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя перед ним колени, сказал, Господи, помилуй сына моего, он в новолунии беснуется и чашка страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Толкование. Этот человек был, кажется, весьма неверующий, как видно из того, что Христос говорит ему, о род неверный, и из того, что все человек уничижают учеников. Причиной же страданий сына его была не луна, а дьявол, который, заметив полнолуние, нападал на него для того, чтобы дать людям повод хулить творение Божие, как зловредное. А ты пойми отсюда, что всякий безумный, как луна, изменяется, по слову Писания, являясь то великим в добродетелях, то малый и ничтожным. Он похож на лунатика и бросается то в огонь гнева и похоти, то в воду, в волны многих житейских попечений, в которых живет Леофан, дьявол, царствующий над чудовищами водными. Да не волны ли и звери лютые, непрестанны заботы богачей? Считают что-то вредно, а вот это не вредно. У людей принято считать, что 12 это полнота Божия, а 13 чертова дюжина. Даже есть такие государства, где 13 этажа не считают, а 12 сразу 14. Квартира 12, а 13 нет, потому что она несчастная. Вот 66, особенно 666, дьявольское число. Ну, Библия-то у нас, 666 страница. Вот она, я открываю, она есть 666. И что у нее здесь? Ну, я просто хочу посмотреть, а что же действительно так сказать-то сказал, 666. А вот ничего, все нормально, 657, 665. Вот, страница 666. Вот это число. Ну и что я его? Тут, может, и не видно будет. Здесь говорится, Евангелие от Иоанна, 15 глава, 14-16 стих. Все слова его, слова отца, я крупно выделяю. Еще тут нет, тут хорошие слова. И так и здесь вот люди имели свои предрассудки тогда, по тем временам. Матфея, 17 глава, 16-18 стих. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его. Иисус же, отвечая, сказал, о род неверный и разращенный, да коли буду с вами, да коли буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда. И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Но эти слова остались в силе, да коли буду с вами, пригласили Христа, стою у двери и стучу. Теперь он к нам вошел, мы открыли двери, а теперь к нам и говорит, да коли я буду с вами терпеть вас. Это первый порыв, уверовал, возгорелся огонь, ну быстро взошло, но корня не имеет. И зашатался человек, смотришь, ни на что не похожая жизнь-то идет-то. Конечно, Господь говорит, в гости мы его пригласили, да коли я буду с вами. То есть я не знаю уже, как будто бы говорит, я не рад, что я зашел к вам. Потому что здесь пьяных вопли, что попало, делайте, деретесь, скандалите. Вот эти слова-то эти переменить на сегодняшний день, да, эти слова к нам. Да коли буду терпеть вас. Он просто терпит. Как говорится, деваться некуда. Терпит до времени, терплю до конца, буду мучить без конца. Такое выражение есть, хоть и не библейское. Матфея 17, глава с 19 по 21 стих. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали, почему мы не могли знать Его? И Иисус же сказал им, по неверию вашему. Ибо истинно, говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичным зерном, и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет. И ничего не будет невозможного для вас. Сей же рот изгоняется только молитвою и постом. Толкование. Апостолы убоялись, и не утратили они, они дарованы им силой над демоны. И потому наедине с беспокойством так спросили Иисуса. Ибо если бы вы имели теплую, горячую веру, то она, хотя бы была и мала, совершила бы великие дела. Впрочем, где апостолы переставляли горы? Об этом не написано. Но апостолы не говорили горам всего, потому что не требовалось его ни время, ни нужда. А потому они и не представляли гор. А если бы сказали, то и переставили бы. Поститься же нужно тем, особенно, кто одержим демонами, и тем, кто хочет от них врачевать. А молитва истинную бывает тогда, когда она чужда нетрезвенности и соединена с постом. Всякая вера есть, как бы зерно горчичное. Оно почитается ничтожим по причине буйства проповеди. Но если пойдет на добрую землю, возрастает в древо великое, на котором гнездятся птицы небесные, то есть помыслы, стремящиеся в высоту. Посему, кто имеет теплую веру, тот может сказать Горесий, «Приди и придет». «Приди и придет». То есть сказать демону, «Изыди и изыдет», ибо известно, что демон исходит. Ну, здесь говорится «переставлять горы». Ну, образом сказать, большие препятствия. Жены шли, камень был весьма велик, кто отвалит от гроба. Ну, мы иногда употребляем праздну, но к этому вот это место. Переставляют горы трудности, обстоятельства невыносимые. Вот у нас нынче в поездке, это миссионерская, такие препятствия были. Были. Это минимум три препятствия, только пересечь границу шенгенской зоны. Но Господь все устранил, как будто никогда их и не было. Мы весьма удивились, молились, благодарили Бога. Конечно, внутри было ожидание, то, что предупреждали, беда какая. А Бог так делает. Горы буквально. Есть люди, которые враждебные, нас знали, их сдвинуть нельзя. Ничего нельзя сделать. Единственное, что могу молиться. Вспомните книгу «Исфирь». На пути встал Аман. Эту гору не сдвинешь. Ну вот, молились, вопияли, и ночью Бог открыл истину. Открыл, и все было по-другому поставлено. Бог отнял сон. Так что бессонница на пользу верных, особенно бессонница царей. Библиотека, и библиотека на пользу их. Там они открыли. Вот наши книги лежат. А может, там их не считают, может, не считают. А может, сожгли, может, сожгли. А посылает миссионеров. Скольких убили? Кого не гнали? Отцы ваши. Поэтому мы все делаем, сеем, и оно иное поклевано будет. Иных убьют. Но они продолжают свое дело и идут. Матфея, 17 глава, 22-23 стих. Во время пребывания и в Галилее Иисус сказал им, Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет. И они весьма опечалились. Толкование. Часто предсказывают им о страданиях, дабы не подумали, что он неохотно страждет, и дабы приучились к этому и не смутились его страданиями, когда они настанут, как событием неожиданным. Но при скорбе вести присовокупил и радостно, что он воскреснет. Вот неожиданно, когда человек живет и живет, не думает, то это переносится намного тяжелее, говорит Иоанн Златоуз. Я вот все время иду по улице, и мне мысленно представляется, вот здесь огонь и дым и пыль до неба, как в третьей книге Ездер написано. Я знаю, что это будет. Когда Тавид умирал, то сыну Товию наказал, ты Неневию покинь. Бог пощадил ее при пророке Ионе, но Бог сказал, он только отодвинул, он ее все равно погубит. Ну и погубил. С Россией покончено. Так говорят люди, знающие это. Ну, я отвечаю, а я с этим не согласен. Ну, что, что не согласен-то? Ну, поэтому я стараюсь делать то, что отвращает гнев Божий, чтобы люди покаялись, чтобы приняли его своим спасителем, как сказано, пустили его в комнату к себе, в свою жизнь. Мы придем с отцом, обитель у него сотворим. Вот тогда Христос мирно, говорится, эту обстановку нашу и развел бы. А сейчас все вокруг против. Никакая армия, никто не поможет даже на один день. Поэтому, если я это ожидаю, считаю, что мне перенести это легче. Вот я встал сейчас и сказали, там Япония, тут Китай, тут Турция, тут Америка. Двинулись сейчас все. А я это знал, я об этом проповедовал и говорил. Для меня это не является неожиданностью. Я знал, что Советский Союз пойдет, развалится. Ни о какой Беловежской пуще не знал. И когда случилось, а тут коммунисты стрелялись. А для меня вообще ничего в этом не было. Никакое это не событие. Для меня оно давно было разрушено. Конгломерат злодейства должен быть разрушен. Империя зла должна рухнуть. Империя лжи должна сгореть. Вот это я знал. Ну и старался проповедовать, говорить, чтобы люди не погибли. Матфея 17 глава с 24 по 27 стих. Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели Дидрахму и сказали, Учитель ваш не даст ли Дидрахмы? Он говорит, да. И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал, Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати? С сынов ли своих или с посторонних? Петр говорит ему, с посторонних. Иисус сказал ему, Итак, мы, сыны, свободны. Итак, сыны, свободны. Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у нее рот, найдешь статир. Возьми его, и отдай им за меня и за себя. Толкование. Бог вместо первенцев еврейских благоволил осветить для себя колено Ливиина. Число людей в колене Ливиином простиралось до 22 тысяч, а первенцев было 22 тысячи 273 человека. За первородных, которые оказались свыше числа колена и Ливиина, Бог и положил давать священникам Дидрахму. Откуда и произошел обычай всем первенцам платить Дидрахму, то есть 5 циклей и 200 оволов. Но так как и Господь был первородным, то и Он платил Дидрахму. Только, быть может, стыдясь Христа, как живет Творца, они не просят у Него самого, а у Петра, или поступают так с коварной целью, то есть, как бы так говоря, учитель ваш, как противник закона, захочет ли заплатить Дидрахму, как Бог, Он, не слыхавши, знал, о чем говорили Петру, и потому предупредил его словами, если цари земные не берут дань из своих детей, а из чужих, то как же Царь Небес возьмет Дидрахму с Меня, своего сына? Ибо эта дань, как сказано выше, назначалась для храма и священников. Итак, если дети земных царей свободны, то есть ничего не платят, то тем более я. Дабы не считали нас презирателями заплатить дань, ибо я даю ее не потому, что должен дать, но потому, что хочу исправить их немощь. При всем поставив себя в правило не подавать поводок к соблазну там, где не может быть вреда, а где есть такой вред от какого-нибудь действия, там не нужно заботиться о тех, которые неразумно соблазняются. Дабы и видеть себе Бога и владыку моря, Христос посылает Петра достать стадир из рыбы. Вот эти места перетолковывают. А вот вы свечи не покупаете, я говорю, нет. А как же Христос заповедовал заплатить? Во-первых, у нас условия такого нет нигде, что покупать. Там закон это входило, закон. И поэтому он показывал, что не противник закон. А еще тут покажет, когда закона нет, я его не нарушаю. Но что же свечи нужны? Я говорю, свечи нужны чистые восковые, а тут вонючки какие-то, тряпки эти, нитки обмазанные мерзостью, и продаете катаракты у людей, и все стены так и коптят. И все, никогда не беру. Батюшки у нас нет, у нас чисто восковые, вот мы молимся. А батюшки когда нет, тоже вижу, жгут там семь, больше свечей. Зачем одна? Показать, что мы не против, больше еще не надо. У меня много икон, а если так разобраться, то одну имел бы достаточно. Ну, приносят, дарят и картинки. Все? Все. Благослови Господь. Новая глава начнется? Да. Слава Иисусу Христу. Маленько покажем, что у нас здесь есть. А у нас кое-что есть. Изданный нами Новый Завет, трехтомник, полное толкование. вместе с Откровением. Впервые за 2000 лет в одном комплекте вместе с Откровением. И здесь же у нас мы нарисовали, это раскрасили лучшего иллюстратора Библии Густаво Доре. 230 картин. Вместе с Откровением. У нас самое большое богатство здесь, это наш сайт «Восвете Библии». Поближе может подойти, чтобы не тряслось. Лучше будет. Православный библейский сайт. Самое ценное здесь, даже не то, что 50 книг я насчитал моим голосом здесь, «Златоуз», «Жития», а вот именно 4124 вопроса и ответа. А внизу написано «Православный форум Игнатия Лапкина». Если в него ткнешь один раз, вот открывается православный форум. Вот он где. 1400 тем. Настолько они разные. И еще особенно ценна у меня моя страница в Mail.ru. Я одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук. Имею страницы, но не признаю их. Они совершенно не работоспособны. Там работать нельзя. Так, одному другому что-то сказал. На твои картинки кто-то натолкнулся. А сразу переслать всем, как здесь. Вот я на 10 тысяч человек мог пересылать хоть 100 раз в день. Ну, потом это убрали здесь. Такую возможность. Сейчас ее нету. Сейчас по-другому есть. Вот. И у нас открыт еще православный видеоканал. Открытый ВОКом во свете Библии. Вот он. Здесь почти тысяча роликов. Наших роликов. Сейчас вот выставляется в него наше миссионерское путешествие в этом году. 15 стран, в которых мы были здесь. И 130 своих городов и районных центров. Всего мы прошли 444 населенных пунктов. Это 15 стран в этом году. Если Господь благословит, то можем мы в этом году еще совершить. Вот. Это живой журнал. Тоже. Хороший материал. Поставили. Сколько ходят людей. Что они тут говорят. Ни связи никакой. Ничего нигде нет. Ну, совершенно. Я думаю, после того, как если Mail.ru есть и создавать еще что-то, это не понимать, что делать. Все проигрывают. Почему? Нет широты общения. Я не могу повлиять так, как могу повлиять в Mail.ru. Ну, сейчас почти там нет такого. Вот мы призываем, всех говорим. Это 3W к истине1.народ.ру И люди, которые желают, они могут к нам прийти. Все, пока. Подойди тут. Поснимай. Что у нас тут идет? Mail.ru. Поехали. Поехали. Поехали.